Подведение итогов социально-экономического развития любого муниципалитета за год это хорошая возможность обсудить пути решения существующих проблем, потенциальной точки роста района. Такой обстоятельный разговор состоялся в Мариинско-Пасадском районе. В нем участвовала заместитель председателя Кабинета Министров Чуваши Алла Салаева. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В своем докладе глава администрации района Владимир Григорьев подробно рассказал о том, как развивается экономика района. Такие предприятия, как Марпасад Кабель, Вител, Маслозавод работают стабильно, обеспечивая доходную часть районного бюджета. Индекс производства сельского хозяйства здесь выше среднереспубликанского значения. Только за прошлый год сельхозтоваропроизводители получили в качестве государственной поддержки более 43 миллионов рублей. В Альборусовском сельском поселении начато строительство фермы для откормки крупного рогатого скота на 500 голов. Построено два картофелехранилища. В этом году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта в области животноводства. Когда в районе есть работа, жители не думают о переезде в рамках реализации всех жилищных программ. 91 семья улучшила свои жилищные условия. В районе ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории. Одной из проблем, требующих срочного решения, Владимир Григорьев назвал растущие долги по оплате за потребленный газ. С каждым неплательщиком, будь то юридическое лицо или житель многоквартирного дома, ведется индивидуальный разговор. Составляется график погашения задолженности. Этот вопрос на особом контроле администрации. У Мариинского посада богатая история. Здесь есть, что показать туристам. Составленный маршрут охватывает главные достопримечательности старинного купеческого города и района, включая известный на всю Россию мемориальный комплекс летчика-космонавта Андриана Николаева. За лето у причала на Волге швартуется более 30 круизных теплоходов. К 160-летию города администрация планирует провести межрегиональный фестиваль посадов. Туризм должен стать одной из статей дохода бюджета района. В районе реализуется муниципальная программа по развитию туризма до 2020 года. В 2015 году на экскурсиях в районе, в том числе в мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР Андриана Горьевича Николаева в селе Шорши побывало более 63 тысяч человек, что составляет 109% уровня 2020 года. В составе групп прибывающего теплохода в город Маинский посад посетили иностранные туристы из Северной Кореи, Китайско-народные спорники, Таиланда, Нидерландов и Бельгии. Привлечь дополнительные средства можно и за счет грантовых программ. Приведу вам пример сегодня Канаша, Шумерли, АллатРа, которые в рамках программы, в рамках года российского кино сегодня получили по 5 миллионов на кинооборудование, безвозмездных субсидий. Сегодня правильно представленные заявки, они были поддержаны сегодня в этих трех районах. В этом году каждый получил кинооборудование, залы для концертных залов и так далее. Конечно, здесь я понимаю прекрасно, есть большие проблемы в рамках бюджета, какие расставить приоритеты, но надо увеличить доходную часть. Еще одним актуальным вопросом для района остается привлечение молодых специалистов. По словам вице-премьера, молодые ребята, закончив институт, не всегда возвращаются в родной город. Всего 10% работников младше 30 лет работают в районе. Эту тему вице-премьера обсудила с представителями трудовых династий учителей. При каких условиях молодежь остается работать на малой родине? Если есть жилье, достойная заработная плата и хороший досуг. Решение этих задач правительства республики относит к числу приоритетных. Но то, что уже сделано в этой области, меняет тенденцию. Именно, которые кончали гимназию, стараются эти же люди вернуться в эту школу и работать с ней, продолжать. Но в последнее время у нас влились именно выпускники этой школы, учитель истории, еще учитель истории, снова учитель истории, учительницы математики. Это все выпускники гимназии. Они возвращаются в свою школу. Татьяна Молокова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.